Нижняя линиция. Нижняя всегда завзаживает. А тут точно так же, как на блокплейте. Посмотрите, у него сверху, если вы посмотрите, есть шесть бирок. Это те самые шесть бирок от Висова. Вот на них мы будем играть. Больше ничего даже не трогать. Кто будет изучать Кварнет, просто найдет таблицу. В интернете, в литературе есть таблица, для которой они для Кварнета. Какие, что, для чего. Но основа, это вот всегда, часть Висова начек, шесть бирок. Нижнюю задуну мы вообще не открываем. Шесть бирок. И вот открываем. Да? Пожалуйста. Видишь, Олег? Чего? А, конечно. Вот они все. Давайте, думайте, все хорошее. Тут надо сильно. Вот. Нет, значит, девочки, давайте вот посмотреть, как на блокплейте мы делаем. Затули одну, а потом вторую. И так можно сказать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, а тут у них вот присутствия, это как раз, а… Я не знаю, это киксы. Нет, присутствия... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что значит неправильно сделать? Важный момент, еще одно скажу. У трости, когда она лежит на мыштуке, мышту кривой и трость на нем лежит, есть точка, в которой трость отрывается, точка отрыва, когда она в космос пошла. Значит, вот эта точка – это граница наша. Вот она где-то посредине тростью, словно скажем так. И если мы губу нашу располагаем ближе вот сюда, к краюшку, звук получается более матовый, вот трость в губу уже. Чем ближе мы к ней приближаемся, к точке отрыва, тем более яркий звук получается. Но, как только мы переходим через точку отрыва, трость получается неконтролируема. То есть мы не давим на нее, мы давим где-то вот тут, и все. И из-за этого получается кексы.